Вот начну с того, что вчера Харек выступил перед какими-то там за права человека или за что странное, конференция, как может Путин выступать за права человека. И там, с моей точки зрения, прозвучало несколько новых тезисов, ну, относительно новых для Путина. Во-первых, он произнесло война, потому что для этого он говорил спецоперация. Более того, он сказал, что он воюет, оказывается, с Украины с 2014 года. Он объявил это. Это что-то новенькое. Он опять говорил про ядерное оружие, сказал, что шансы возрастают. То есть он усилил шантаж, я так понимаю, после Энгельса. И есть еще, так сказать, один момент, когда он начал говорить, что они знают точно, что Польша хочет там аннексировать Западную Украину. Вот с чем он выступил, так сказать, рассказывая миру о правах человека. Ну, вы знаете, вот эта идея про то, что это Украина начала войну в 2014 году, она у них звучала уже. Я не помню. Ну да, естественно, этого не говорил раньше Путин, но это они уже постепенно подводили к тому, чтобы это сказал Путин. Это начинал говорить Лавров, еще кто-то, еще кто-то. И так вот дошло до вершины Путина, до вершины пирамиды в лице Путина. Но на самом деле, честно вам скажу, мы же каждый раз удивляемся. И не только мы, не только мы, а и все окружение, и все эти телевизионщики. Что? Ага, оказывается так, вот в чем дело. И у них нет стратегии даже в словах. Мы знаем, что, спросите у наших военных, я думаю, что у россиян нет стратегии на войне. У них есть там тактика, удары. Вот сейчас мы решили делать так, сейчас мы решили так. Там перебрасывают огромное количество войск. Это все есть. Но какие стратегические задачи на войне, я думаю, что у них нет. Точно так же у них нет. Михаил, извините, но нет стратегии и полная неадекватность. Это же все-таки разные вещи. Вот судя по тому, что вчера говорил, он в полном неадеквате находится. Нет, конечно. Ну почему? Смотрите, давайте так. Это набор тезисов. Он другой, чем был раньше набор тезисов. Я согласен. Это означает, мы пока не решили, у нас война или специальная военная операция. Мы начали войну в 14-м году или в 22-м. Это нет стратегии разъяснительной работы. Это разъяснительная работа. Работа с населением, пропаганда. У них нет стратегии пропаганды. Так же, как нет стратегии на войне. Дальше давайте вспомним, что еще он там говорил, чтобы понять, что стратегии нет. Оказывается, у них достижение, как мы помним. У него там то ли спросили, то ли он сам решил вдруг отвечать. Вот вы говорите, военная операция, а результаты. Так вот же результаты. Новые территории. Результаты, оказывается, новые территории. Там, правда, был очень забавный момент, когда он сказал, видите, вот, результат новой территории. Взял ручку и стал что-то, видели, вычеркивать из бумаги. Я сразу понял, он вычеркивает оттуда. Да изюм, Лиман, Херсон, это, говорит, так, новые территории. А, ну вот же это вычеркиваем, это вычеркиваем, вычеркиваем, вычеркиваем. Ну, в целом, вот, новая территория. Получается, что новые территории – это результат специальной военной операции. Но когда он начинал специальную военную операцию, он говорил, что цель – это режим в Киеве, Бандеровце и сменить режим. Это он говорил, точно мы знаем. Еще он говорил, что цель – защитить Донбасс. Не было цели – новые территории. Но это все, так сказать, как бы это сказать, вот эта деградация политическая, она ведь наметилась давно, потому что… Ну, 10 лет, 10 лет этой деградации в России. Потому что Путин, придя на третий уже незаконный срок президента в 2012, он обозначил все свои цели. Все цели как президента. И они как раз были опубликованы. Вот тогда впервые какой-то план Путина, как они это называют, был опубликован в виде нескольких статей, так называемых. Помню, в газете. Уже не помню, «Известия» или «Комсомольская правда». И там был план, там было написано. Вот мы в экономике будем это, а там на Дальнем Востоке будем строить вот это, это и это. Там все было расписано, просто все. Они вместо этого захватывают новые территории. Это не было расписано. То есть он даже, когда шел в президенты, говорил одно, обещал, цели были одни, а стал делать совершенно другое. Ну что получилось, получилось вот такое. Дальний Восток развить не получилось, получились новые территории. Ну и вот еще интересная история про Азовское море, о которой он заговорил впервые. Но за эту неделю он дважды об этом сказал. Он на этой встрече как раз, как это, пчелы против меда, Путин за права человека, он сказал, что и вот же Азовское море стало нашим внутренним морем. Это вроде как еще одно достижение. И когда он ехал по Крымскому мосту, он тоже сказал, что вот нам очень нужен этот сухопутный коридор. То есть похоже это вот во всем вот этом бреде, как вы это называете, ну в общем да, бреде, вы правы. Есть одно рациональное зерно, о чем он пытается сторговаться. Он говорит, дайте нам вот этот коридор. Смотрите, я уже территории вычеркнул, дайте нам этот коридор. Но в целом, конечно, рациональности в его словах мало, и все это уже ситуативные реакции, вообще непонятно на что. Вы же заметили, ему просто получше стало похоже, ну физически, раз он опять про войну заговорил. До этого месяца было плохо, не говорил, сейчас получше заговорил. С оружием, потому что все военные эксперты говорят о том, что чем больше арта, тем лучше для нас, тем больше жизни мы сохраняем. И вот принято решение, вы видите, по патриотам, нам их не дадут, но они будут стоять на границе Польши и Украины, что тоже уже хорошо. Это решение принято. Кроме того, США выступили за передачу Украине о немецких боевых танках «Леопард». Это тоже достаточно мощное оружие, но и просим еще больше арты. Вот как вы считаете, вот это вот на границе западную Украину может прикрыть, вот если патриоты будут на границе стоять с Польшей? Нет, они не будут стрелять. В смысле, то, что они там будут стоять, они не будут сбивать ракеты на нашей территории, я уверен. Это было бы другое политическое решение, его, конечно, никто не понимал, поэтому не надо думать, что эти патриоты приезжают в Польшу защищать нас. Они приезжают в Польшу защищать Польшу. И мысль Германии в том, что если они уберут патриоты у себя, то они сами лишатся защиты, поэтому они отказываются их передавать. Мне жаль, конечно, очень, что нам их не передают, но у Америки же много патриотов вообще-то и своих, и где угодно по миру. Уж понатыка на этих патриотов за последние 30 лет. Я помню, как впервые они куда-то патриоты отправили, они отправили их в Израиль в 1991 году, чтобы защитить от Ирака, от советских ракет иракских. А дальше это пошло по миру, это есть буквально везде, поэтому я не знаю, почему нельзя именно эти патриоты. Другое дело, что тут надо, конечно, у военных узнать, а вот нужны именно патриоты или какие-то другие, или то, что нам дают, это одно-другое заменяет. Вот честно, я просто не знаю. Патриот, видимо, достаточно старая система. Поэтому вообще нам, наверное, танки сейчас важнее. Но это дело, конечно, вкуса, извините, что я вообще про это говорю. Точно тут военные разбираются. Но политически, давайте так, вот честно, это странно в данной ситуации звучит, но все равно. Политически наша идея же наступать, наша идея же освободить территории, и чем быстрее, тем лучше. От того, что нет патриотов, мы сами, гражданские, в тылу, мы меньше защищены, чем если бы были патриоты. Но для нас же все равно важнее то, что на фронте, чем то, что в тылу. Ну так, честно. Поэтому от того, что мы благодаря этим танкам на два месяца раньше освободим территорию, и на два месяца раньше закончится война, это же лучше, чем если бы нас защищали бы. То есть, если бы был выбор, вот вам скажите, вам патриоты или танки? Мне, как тыловику, я бы сказал, ну танки, конечно. Миш, вот с мобилизацией странная история. Путин заявил, что новой волны мобилизации не будет. Однако мы видим, что в Курской, в Белгородской уже там они начинают какие-то отряды террабороны формировать и так далее. Не думаю, что там много желающих идти в эти отряды. Да и Геркин разразился таким постом на полтора километра, где гневно рассказывал о том, что, как он говорит, Украина зимой не замерзнет с большими буквами, не взбунтуется, не станет воевать хуже. Наоборот, ее солдаты, уже поверившие в силы и результаты на этой войне, будут давать еще больше. А вот у нас апатичное выполнение служебного долга, у нас все задают вопрос, а что мы тут делаем, ну и так далее, и так далее. Вот поэтому вот вопрос, будет ли он дальше гнать народ и собирать, потому что не справляются они на фронте, это совершенно очевидно. Ну, во-первых, это большая радость, что к нам вернулся Геркин, как политический комментатор в Геннале. А он главный, кто говорит правду. Я имею в виду, чтобы изучить что-то на фронте, надо читать Геркина. Я понимаю, почему радость, да, он как бы в силу своего темперамента и задач, он проговаривается, то, что называется. И темперамента и задач, и он не украинская, украинская военная команда, агент штаб же нам не сообщает про многие вещи сразу. Ну, так принято решение, окей. А Геркин сообщает, поэтому можно все узнать про перемещение войск. И не только про перемещение, он наш агент там, с их стороны, он проехался, и он все рассказал. И это про Геркина, поэтому теперь у нас снова появился хороший источник информации. Ну, а что касаемо именно мобилизации, тут, мне кажется так, вот вчера Путин сказал, кстати, впервые такое назвучил, что 150 тысяч мобилизованных на фронте, 150 тысяч мобилизованных на фронте. И опять-таки сказал, из 300 тысяч, то есть он сказал, что мобилизованных 300 тысяч, из них 150 тысяч на фронте. А ведь до этого, помните, звучали очень разные там цифры. Вот там, кстати, даже число мобилизованных, которые я официально называл именно бороды России, было меньше, чем 300 тысяч. Они сказали, что они там 200 с чем-то мобилизовали, да и Путин что-то такое называл. Ну, окей, теперь мы знаем, что 300, согласно версии Путина, и 150 на фронте. Но, вы знаете, пока он говорил эту фразу, пока он говорил эту фразу только, что у нас на фронте 150 тысяч мобилизованных сейчас вот, и нам поэтому больше не надо, за это время их стало на одного меньше, просто статистически. Потому что за день наши войска уничтожают более 500 россиян, значит, грубо говоря, в час 20 россиян. Значит, каждые три минуты один россиянин в среднем там уничтожается. И поэтому Путин говорит, вот там 150 тысяч нам больше не надо, и это в целом правда, потому что больше не напихать, наверное, на эту линию фронта, просто технически им там некуда их напихивать. Но они же уменьшаются каждый день, а раз у них 500 в день, это 15 тысяч в месяц, то есть 10% от этих мобилизованных каждый месяц уезжают в черных пакетах. И это только те, кто в черных пакетах, не те, кто в больницу едет. А, соответственно, 10% в черных пакетах, значит, еще там 15-20% в больницу. Итого всех этих мобилизованных хватит на три месяца, ну, четыре. А это означает, что через, ну, раньше, чем через три месяца им понадобятся новые, потому что надо дополнять этих. Поэтому, конечно, и обязательно мобилизация. И вообще, к сожалению, пока есть в России мужчины призывного возраста, война будет продолжаться, либо пока у власти Путин и его друзья. То есть одно из двух, либо нам придется вот тупо вот так вот воевать годами, чтобы уничтожить всех россиян призывного возраста, либо одного Путина. Про инсайдеров Кремля, да, вы уже, наверное, знаете этот пост в телеграм-канале господина Алямова, который когда-то был спичрайтером Путина. Он заявил, что они делают, пытаются, не делают, а пытаются сделать окружение Путина, такой проектной ковчег, который называется, то есть фактически они уже приняли тот факт, что они проиграют войну, и они думают, куда им эвакуироваться. И вот говорят, что Ковальчук пытался договориться с Китаем, он не договорился, Латинская Америка, Аргентина, Венесуэл, вот сейчас с ними ведутся переговоры. Не стану скрывать от наших зрителей, что часть экспертов относится очень иронично к этому посту. Говорят, что никто на себя это не возьмет на самом деле, а другие говорят, а что, ну сел в самолет и уехал, если примется решение. Денег у него достаточно, и страны, которые с удовольствием его примут. Что вы думаете по этому поводу, Михаил? Во-первых, я уверен, что такой план существует. Не знаю, ноев он ковчег или нет, в принципе, план эвакуации, конечно, есть у российского руководства. Сами они не раз эвакуировали разных президентов брошенных, и поэтому сами они к такому готовятся, в этом у меня вообще сомнений нет. Тем более, я думаю, что они начинали готовиться еще тогда, когда их пытались свергнуть в 2011-2012 годах. И план у них такой был. Дальше. Хорошо. Куда? То есть я не знаю, есть ли инсайдерская информация именно об Асагаляму, но, видимо, есть какая-то, раз он это рассказывает. И это вполне для меня звучит абсолютно достоверно. Сам факт звучит абсолютно достоверно. Дальше начинаются детали. То есть Китай, Венесуэла, Аргентина. Если рассматривать Китай, то Китай самое вероятное. Почему самое вероятное? Китай единственное место, откуда могут не выдать. То есть могут и выдать, но могут и не выдать. Вот когда свергают президента Бурунди, то он может уехать в Россию. И, в принципе, Россия не обязана выдавать президента Бурунди. То есть, что бы США там не требовал, выдайте нам президента Бурунди. Они скажут, не выдадим мы вам президента Бурунди. Как это было в Советском Союзе, где прятались все диктаторы. А вот если президент России сбежит в Бурунди, то Бурунди выдаст президента России. Потому что позвонят из США, скажут, вы там где Бурунди? Это, алло, это Бурунди? Бурунди, у вас там президент России, присылайте его нам. И они его пришлют. Либо за деньги, либо еще за что-нибудь, либо за ракету одну. Даже одну, понимаете, они пришлют президента России. Поэтому в Китае я верю в том смысле, что с ним могут пытаться договориться. Возможно, если договориться, невозможно, я не знаю. Но Китай хотя бы реалистично звучит. Почему Венесуэла это полная ерунда? Нет, они, конечно, могут, они же дегенераты. Поэтому они могут договориться с Венесуэлой. Но Венесуэла существует до того дня, пока существует Российская Федерация. Как только нет Российской Федерации, нет Венесуэлы. Мы уже убеждались, этот процесс уже однажды произошел. Когда был Советский Союз, и были страны социалистические, ну понятно. Дальше были страны, идущие по социалистическому пути развития. И еще какие-то там третья категория. Там по трем категориям расписывались эти страны. Я прекрасно помню, что социалистические было штук 10. По социалистическому пути развития еще штук 20. А дальше вот в этом третьем списке, это там острова Зеленого мыса, Сейшельские острова и еще что-то там тоже. Они как бы хорошие были страны, в смысле они плохие. Так вот, когда разрушился Советский Союз, то все эти страны тоже перестали существовать как социалистические. Где этот самый Йемен, который был социалистическим, между прочим. Вообще как государства практически нет. Сомали, кстати, было в списке социалистического развития. Нету. Многие страны просто исчезли физически. Некоторые, наоборот, появились. Эфиопия раскололась на разное. Она была социалистической страной, как мы помним. И везде началась гражданская война. Либо свергали просто своих этих лидеров в один присест. Понятно, что Венесуэла стоит на российских деньгах и российских штыках. Поэтому просто до свидания, Венесуэла. И прятаться в своей собственной колонии, ну это странно, да? Когда звали из своей империи, убежать в колонию, это нелогично. Поэтому вообще для них, раз уж проект назван Новый Ковчег, то они должны задуматься об одной замечательной стране. Вы знаете, ведь Ной в Ковчег, как известно, приземлился, согласно Библии, когда Ной плавал вот это все время, а дальше он приземлился на Арарате. В результате на горе Арарат, Ной в Ковчег. И да, и Ной вышел на гору Арарат. Поэтому, может быть, все-таки вот это для них более реалистичный вариант. Я сейчас имею в виду не Армению, а Турцию, где находится сегодня гора Арарат и Эрдогана. Вот, может быть, туда поехать. Остается только понять, нужна ли Эрдогану эта головная боль. Хотя много денег он всегда ценил, он бизнесмен. Поэтому, возможно, вот с этой стороны он может рассматривать проект. В Беларуси, как мне кажется, налицо начало агонии. Потому что, смотрите, с одной стороны, они вводят смертную казнь. С другой стороны, начали с публикации, что Пышенко был агентом КГБ СССР. Я уверена, что это слив ФСБ. Для того, чтобы немножко колхозника поприжать. Уж слишком он себя больно почувствовал. И, конечно же, все эти угрозы о том, что да, мы скоро начнем, мы скоро перейдем и так далее. Есть военные эксперты, которые считают, что операция будет все-таки белорусская. Войдут ли оттуда, скорее всего, российские солдаты. Но говорят, что будет это в мнении некоторых военных экспертов. Как вы думаете, почему после смерти Макея ускорился вот этот процесс давления на Лукашенко? Во-первых, я вдруг догонку, пока вы задавали вопрос, понял, что Эрдоган-то может назначить тариф. Знаете, вот есть вид на жительство за инвестиции. Вы можете сказать, да, один триллион долларов, один вид на жительство. Ну, у Путина есть триллион, поэтому, я думаю, это не проблема. Ну, вот извините, у нас столько стоит. Вот на Мальте 400 тысяч? Ну, хотите, поедьте на Мальту, а у нас триллион. Да. Теперь к Беларуси. Я думаю, что там изменилось решение по Беларуси. Оно принято уже, мне кажется, и оно другое, не такое, как раньше. То есть, они уже догадались на 10-й месяц уламывания Лукашенко принять участие в войне, что они не смогут этого добиться, этой взаимной любви от Лукашенко. Я думаю, что их план сегодня, это, конечно же, уже не свержение только Лукашенко. Внимание, тут что важно. Я не думаю, что они решили свергнуть Лукашенко таким способом. Даже свергать, это значит ставить какого-то своего президента, проводить какие-то выборы в Беларуси, что-то с этим делать. А им сейчас вот вообще не до этого. То есть, сейчас проводить то, что они хотели провести в 2020 году, а они хотели, они не в состоянии. Это слишком долго, слишком дорого. Не в деньгах, а в людях, во всех этих нацгвардиях и вообще в политике они не способны на все это. Но что они способны сделать? Они способны Беларусь захватить физически, оккупировать и присоединить к себе. Это же тоже новые территории. Ну, тем более, кстати, вчерашнее заявление абсолютно вписывается. Знаете, если он сказал, что для нас достижение новые территории, а тут он объявит, а вот у нас еще 7 областей белорусских, да, смотрите, мы присоединили. Гомельская область у нас, вот такая область, там, например, Брестская область, Гродненская область. Вот же они, понимаете? И вот оно, достижение. И, похоже, последние действия, если уж они решились убить Макея, то они убивали его, наверное, не просто для того, чтобы, ну, типа он нам не нравится. Они его убивали для осуществления нового большого плана. Новый большой план — это оккупация Беларуси. Это реалистично. Они туда посылали уже несколько генералов, уже Шойгу ездил, уже войска там серьезные находятся. И воевать им придется, скорее всего, с белорусской армией, ну, с какой-то частью ее, потому что они не собираются брать Лукашенко в светлое будущее. Потому что Лукашенко, как видите, оказался негодяем и агентом КГБ. И, соответственно, он в процессе... Какая неожиданность. Да, и в процессе захвата Беларуси, я думаю, он подлежит уничтожению, повторится сцена с вот этим автоматом и бронежилетом, как он бегал. Только его убьют при этом. Потому что протестующие минские люди, сами белорусы, не стреляли в Лукашенко, а российские войска, естественно, будут. И он, как альент, погибнет, защищая свой дворец. Но он будет объявлен негодяем и агентом КГБ. Все россияне объявят себя освободителями, потому что они освободили братский белорусский народ от негодяя и диктатора. Ведь они же пытались освободить нас от наркоманов и нацистов. А тут освободят от КГБшного диктатора мерзкого, от которого народ и так хотел освободиться. Я думаю, что вот туда все это идет. А что касается смертной казни внутри Беларуси, так это не совсем изменение. У них есть смертная казнь. Просто они расширили список статей, по-моему, за которые смертная казнь. А так она у них была, последняя страна Европы, где была и применялась смертная казнь. Ну и, конечно же, я всегда обращаю внимание на поведение пропагандиста, Михаил. Поскольку как меняется ситуация, это такой барометр, такое зеркало. Потому что Соловьев, который, мне кажется, опустился во все тяжкие и теперь уже вообще не говорит в эфире, только орет. Вот почему-то там изображая, знаете, вот как снимали в плохих советских фильмах, фашистов изображали. Вот он играет какую-то такую роль. Вот. И Лавров тоже пустился в Бельгин. Он, правда, уже человек пожилой, 70 с чем-то лет. Рассказывает, что его не в те туалеты посылали за границей, что там все плохо. Гендерно-нейтрально. Я всегда поражаюсь, как может человек возмущаться гендерно-нейтральным туалетом, если он приехал из страны, где вообще нет туалета. Да, ну как бы странно. Бери то, что тебе дают, дурачок. Это одно, но мне вообще показалось в этом его месседже про туалет, он просто не понял. То есть да, я тоже подумал то, о чем вы говорите, что ведь, слава богу, все-таки какой-то есть туалет. Но ему же сказали, это для всех, это для всех туалет. Почему? На этом саммите, я думаю, были разные прекрасные туалеты, прекрасно разные. Это был туалет для Лаврова. Отдельный. И мы просто не стали об этом сообщать из политкорректности. Но представьте себе, что, во-первых, никто же не хотел случайно встретиться с Лавровым в туалете. Шольц же не хотел случайно, зайдя в туалет, встретиться с Лавровым. Потому что Лавров бы потом рассказывал, там же не снимешь съемку, да, что я, дескать, в туалете поговорил с Шольцем. Вот все опасались встретиться с Лавровым. И, как мог сказать вам любой делегат на этом саммите G20, да я с этим Лавровым рядом срать не сяду. И поэтому, естественно, так как это сказали все, то индонезийское руководство мудро постановило сделать для Лаврова отдельный туалет. Просто не писать на нем слово Лавров. А то, знаете, слово Лавров на слове туалет как бы выглядело не очень хорошо. А так ему сказали, ваш, вам, вам, сюда, все, вам, сюда, а какого пола? Вам, вам, сюда, вам, сюда, все, сюда, все. И все остальные скрывали, что они ходят в свои нормальные, естественно, другие туалеты. Но это, так сказать, юмор. А если про Соловьева, он похож на бесноватого фюрера теперь. Да, он, конечно, видимо, оттуда и взял все это. Знаете, когда он сломался, Соловьев, помните, он изобразил из Шольца Гитлера такого, Шольца Гитлера. Он пытался говорить немецком и изображает Шольца Гитлера. И ему понравилось. Он не может выйти из роли. Он теперь вот изображает такого бесконечного Шольца Гитлера. Ну, только без Шольца уже просто Гитлера. Потому что ему непонятно, что делать. У него же тоже нет тактики и стратегии. Соловьев, мне кажется, человек интеллектуально сильнее Путина в разы, если не на порядке. Поэтому он, в отличие от Путина, понимает, что нечего говорить. И он-то понимает, что нет стратегии. И я думаю, что если бы он мог, но он просто не может. Он бы к ним пришел и сказал, алло, где стратегия? Вы что, вы что мне даете? Ну, так как он в подчиненном положении, и он, естественно, не может таких вещей говорить, то он беснуется внутри своей команды в этом смысле, что вот эти там не дают нам стратегии. Ну, и беснуется в телевизоре. Михаил, была очень скупая информация по поводу вот этого госпереворота по Германию. Однако много публикаций. Может быть, вы там как-то в двух словах коротко объясните зрителям, а что это было? Какие заговорчики? Какой штурм Буддастага и так далее? Да, коротко объясню. Таких заговорщиков всяких по миру ходит просто пачками. Я же политтехнолог по специальности. И ко мне таких заговорщиков приходило в разных странах мира очень много. Прям вообще. Одни хотели новую жизнь. Просили вас главить? Нет, работать в смысле на них, как политтехнолог. Конечно, именно работать как политтехнолог. Такие потенциальные клиенты появляются. Их в моей жизни появлялось много. Я еще раз скажу. И прямо в разных-разных странах. У них разные идеи. Одни хотят совершить именно переворот силовой. Другие говорят, что все, страна погибнет, если не вот так-то и так-то. Сейчас прямо не сделать. Ну что-то, какие-то неимоверные сценарии люди рисуют. Это всякие заговорки. Нельзя назвать слово масонские ложи, потому что, конечно, не масоны, да? Но некие такие тайные союзы. Как правило, они приходят на уровне одного-двух человек еще. И дальше собираются набирать. Большинство на уровне идеи останавливается. Нет, я сейчас говорю только о людях, у которых есть деньги. То есть, понятно, что когда у человека нет денег для того, чтобы совершить, ну, не переворот, а прийти к власти, я с ним даже, как бы, зачем мне с ним разговаривать, как политтехнолог, мне это все неинтересно. Я имею в виду тех людей, когда я встречаюсь, например, с человеком, но я знаю, что он там глава какой-нибудь большой компании, или же, что он там какой-то влиятельный человек, то есть ясно, что деньги есть. И тогда я с ним встречаюсь. Вот такие люди, публичные в том числе, вдруг начинают задвигать вот такое. Причем даже не только в русскоязычных странах со мной такое случалось. У меня был человек, который собирался основывать новую религию, у него был конкретный план, так сказать, и так далее. Вот. И все это было весьма завирально. Но этот человек прямо был из списков известных журналов. Это ничем никогда не заканчивается, но вот люди вот дошли на такой стадии, смогли к себе завербовать, видимо, были убедительны. Возможно, им дали денег русские. Почему они смогли набрать там, сколько там, 50 человек у них было, 50 сегодня. Почему они смогли набрать 50 человек? Ну, возможно, потому что им русские денег дали, у них стало много денег. Дальше они грамотно подошли, они набирали по должностям. То есть бывший депутат, есть галочку ставим, бывший военный, есть кто там еще, какой-то бывший аристократ. Полицейские, полицейские, говорят, были, да. Полицейские, аристократы и так далее. Ну, это смешно, но вот просто дошло до такой большой стадии. Я же говорю, такие движения начинаются постоянно, чаще всего, к счастью для мира, они глохнут на уровне одного-двух человек. Я даже одному человеку дал совет полезный, ну, за деньги, правда. Но уже можно рассказать, потому что это было сто лет назад, и я не буду жгодить кому. Я ему сказал, знаете, очень хорошая идея у вас, да, но, а я все время искренне отношусь, я же не говорю там людям. Я по-настоящему пытаюсь сделать хорошо, не пытаюсь никого обманывать, там, манипулировать. Я говорю, ну, вот давайте так, если вы сможете найти второго за месяц, вот я вам даю месяц, за первый месяц работы нужно сделать одну вещь. Найти второго человека, который вместе с вами положит деньги в проект. Не того, кого вы наймете, вы можете найти меня, еще тысячу человек, у вас будет сразу тысяча. Найдите того, кто тоже положит деньги в вашу вот эту идею. И он не нашел. Он пришел ко мне, честно, через месяц, говорит, все, Михаил, я не нашел, закрываем проект. Спасибо за совет. Ну и в финале, еще раз, я понимаю, что это уже тема много распоряжевана, но поскольку она, я вот вчера проводила прямой эфир, очень много людей пишет, а вот пусть выскажут свое мнение по поводу дождя, а вот пусть почему-то очень многих эта тема возбудила. И для меня это загадка, почему, но очень многие люди отрефлексировали. Да, с одной стороны, мы видели, во что это превращается, но то есть, смотрите, совершенно безумная, так сказать, история. Сначала человек говорит в прямом эфире к журналисту, что он сказал, все знают это. Поднимается огромный скандал, его увольняют. Потом Наталья Синдеева, хозяйка этого канала, говорит о том, рыдает и говорит о том, что, Леша, вернись, мы неправильно тебя уволили. Потом вчера Тихон Зитко, главный редактор канала, говорит, она хозяйка, но она не распоряжается на канале, потому что здесь есть менеджмент. Мы не забираем назад Лешу. Ну, то есть, это какое-то абсолютное безумие, что вокруг этого творится. И самое главное, самое главное, здесь вот эта проблема, проблема вообще, как мне кажется, всей российской оппозиции в этой истории, да, колоссальная проблема. Они считают, что если они стали оппозиционерами, то с ними должны разговаривать новым шепотом. Они могут как бы структурировать пространство вокруг себя. Но есть разное мнение. Возможно, у вас какое-то другое мнение. Да, у меня в какой-то степени другое. Я сразу скажу, что я сочувствую журналистам Дождя, всем, кроме вот этого Коростылева, который, безусловно, совершил уголовное преступление. И с этого надо было бы начинать всю эту историю сразу. В тот день, когда он это сказал по телевизору, он, между прочим, призвал к соучастию в геноциде украинского народа. По законам Латвии, этот канал вещает по законам Латвии. Латышская лицензия есть, латвийская. В Латвии, согласно закону, от апреля этого года подобные высказы, ну, вообще, все действия российской армии на территории Украины признаны геноцидом украинского народа. Поэтому помощь армии России в Украине может расцениваться только как соучастие в этой геноциде. Кстати, это преступление не имеет срока давности по латвийским законам. То есть Коростылева можно судить теперь когда угодно. Вот вообще, когда бы то ни было, его можно за это судить. Надо не забыть после войны это сделать, потому что это соучастие в геноциде. Если бы в этот день вышел тот же Дзитко и сказал, смотрите, этот человек совершил соучастие в геноциде, на наш взгляд, поэтому мы его увольняем и так далее, возможно, это удалось бы закрыть эту историю, мне кажется. И он, если бы не стали говорить, что это оговорка и так далее, и так далее. Я сейчас сначала тактически, да, все это рассказываю. Так вот, мне кажется, они стали, эти ребята, журналисты, которым я говорю еще раз, я сочувствую, они стали пытаться отмазать своего коллегу, понимая, что ему грозит по-настоящему. И в частности, одним из свидетельств того, что они понимали, чем грозит, когда Коростылева уволили, он в своем тексте знаменитом там уже написал, я не считаю, не признаю себя виновным в преступлениях против человечества. А это значит, что ему сообщили адвокаты Дождя, что он совершил преступление человечества и что он в нем таки виновен. Но они хотели как бы и спасти дождь, и не увести из-под, по крайней мере, уголовного, большого уголовного дела, а это особо тяжкое преступление, как вы понимаете, из-под особо тяжкого этого самого Коростылева и, возможно, бригаду, которая этим занималась, чем-то, неважно чем. Вот вы понимаете, я верю там джитко, который говорит, мы ничем не помогали. Да это правда, вы призывали с экрана помогать, этого достаточно, все, не вы, а вот этот человек. Если вы от него отмежевываетесь вот таким способом, было бы нормально. Потом они это уже сделали, они потом отмежевались. Вот джитко после того, как лишили лицензии, сказал, мы его уволили, мы считаем, что это равно нашему отмежеванию от этой позиции. Но это можно было сделать раньше, не говорить про опечатку. Теперь, для меня эта ситуация достаточно, почему лично, я имею опыт такой же точно, в каком смысле. Я был директором телеканала в Латвии, русскоязычного телеканала в Латвии, который действовал по латвийской лицензии. Поэтому я со всеми этими комиссиями, вот которые в результате лишила дождь лицензии, я с ними имел дело в ежедневном режиме. Нам тоже пытались лишать лицензии, выносить замечания и так далее, и так далее. Я вам приведу пример, за что нам выносили замечания. Например, за то, что во время какой-то из программ у нас в каких-то отдельных кадрах, не все передачи, не было титра на латышском под текстом, который говорит кто-то. Кто-то говорит, а титра нет на латышском. Вот за это нам выносили одно замечание, а всего три лишаются лицензии. Другое за то, что у нас на сайте не был опубликован этический кодекс журналиста. Понимаете? Вот такого уровня замечания. Таких замечаний у канала «Дождь» гораздо более тяжких было в каждой передаче по три. То есть к ним, я считаю, относились очень лояльно. Потому что я смотрел их передачи, например, написано там «Аксенов, руководитель, как там, господи, глава Крыма». Понимаете? Латвийский канал не может назвать Аксенова главой Крыма. Латвийский канал должен назвать Аксенова руководителем оккупационной администрации. По латвийскому закону. Но они же пытались на двух стульях сидеть, не нарушать, как они говорят, законы в России, поэтому у них Крым был российский. И изображать оппозицию. Ну нельзя сегодня. Мне кажется, это главная ошибка российской оппозиции. Ты должен сначала сказать себе. Еще раз говорю, я сочувствуем относиться к журналистам. Почему? Я вижу, что там где-то Катрикадзе. Я никого из них лично не знаю. Никого. Но я же вижу, что это искренние люди, действительно старающиеся быть по-настоящему журналистами. И во всей этой ситуации та же Катрикадзе все рассказала, всю правду, все, что есть, все рассказала. Поэтому я считаю, что просто они вовремя не отмежевались от реального бандита, который у них в рядах. Вот этого Крыстылева. Опять-таки, как хорошие, видимо, люди, решив его защищать. Я им сочувствую, потому что эти люди лишились профессии, лишились права на профессию в своей стране, в России. И фактически их оттуда выгнали в результате. Они хотят работать журналистами. И могли бы в России быть блестящими журналистами, если бы там была другая страна, другой режим. И поэтому они ищут приюта и так далее. Поэтому они, правда, очень тяжелые ситуации. Я был против того, например, лично, чтобы их лишали лицензии при этом за это. Но одновременно вместе с тем я не видел у государства Латвии другого решения. Вот у самой комиссии не могло быть другого решения. Потому что это очень тяжелые истории. И в них, ну как, вот юридических не примешь. Может быть суд, кстати, где их шанс в том, чтобы в суде. Суд хотя бы может как-то по-другому на это посмотреть. Комиссия смотрит по баллам, по формальным показателям. Там же в суде тоже случился конфликт. Они пришли без переводчика и сказали, что они на русском хотели быть. Нет, Наташа, нет, 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 нет. Суд, это следующая инстанция. Они могут после того, как лишили лицензии пойти в суд. Там без переводчика, это возникла большая путаница. Потому что Абулиниш, руководитель комиссии, он вспомнил этот случай как историю. Не сейчас. То есть это не сейчас они пришли. Но это было там у них когда-то в октябре. И Дзитко сказал, да, там была какая-то техническая неуряйца. Это давняя история. Итого. Вот все, что вы говорите, что оппозиция так себя ведет или так себя ведет, да разные все люди. И даже на этом канале разные. Мы же видим, что та же вот есть Синдеева, которая, я не знаю, она владелец, но она как минимум директор, я не знаю, является ли она владельцем. Которая вдруг говорит. Владелец. Возвращайтесь, да, говорит она. Возвращайтесь, Леша, Леша. Вот этот у нее человек, который принимает участие в геноциде украинского народа, он для нее Леша. А за час до этого звучит заявление Дзитко, вот за час до этого заявление Синдеевой. Что ведь мы уволили, и это увольнение равно тому, что мы против этой позиции. А тут же Синдеева говорит фактически, это равно тому, что мы за эту позицию. Мы собираемся помогать российской армии. То есть у них еще и внутри явные, прямо скажем, неурядицы, ну поэтому так они и, так все это и случилось. Не смогли вовремя очиститься от грязных элементов у себя, ну вот как я вижу, то есть вот от человека, который так себя повел. Это нельзя оправдывать никакими опечатками, оговорками, это ерунда. Потому что если у тебя оговорка, ты скажи, а как собирался сказать? Никто ничего не сказал, что собирался по-другому, никто ничего сказал. Понятно, что у них было такое крыло, которое пророссийское, которое хочет помогать России, которое считает, что это наши мальчики. Вот те, кто нас с вами убивают, это их мальчики. Вот с такими людьми мы должны быть абсолютно беспощадны. А с такими, как нормальные журналисты, большая часть, я думаю, этого коллектива, надо было, конечно, как-то попытаться по-другому. И вы знаете, вот вышло сегодня, буквально вчера вечером поздно, вышло письмо Союза журналистов Латвии в поддержку дождя. И это Латвия, то есть это латвийские журналисты, это не российские. Кстати, тоже вопрос. Они сами себя называли то латвийским каналом, а латвийским каналом, то российским. Понимаете? Вспомните, сейчас те, кто защищает дождь, я имею в виду российскую оппозицию. Вот все говорят, российский канал. Это говорили прям все. Макс Катт в своем полном разборе, где он все абсолютно точно говорит, ошибается в одном слове. Он говорит, российский канал, который действует в Латвии. Нет, ребят, не бывает российского канала. Российские каналы в России. Российские каналы все в России. В Латвии только латвийские каналы. Ну да, латвийская лицензия, значит латвийский канал. В Латвии у вас латвийский канал. Вы не можете приехать в другую страну и сделать российский канал. Российские там. По российским законам все там. Здесь в Латвии латвийские законы и латвийские каналы. Вы хотите быть латвийским? Вот список правил. Ну а я считаю, что им действительно должны были помочь. Вот правда им должны были помочь. Вот знаете, если бы я, ну я имею ввиду не сейчас, а все это на протяжении всего этого времени. Вот если бы я там просто был в Латвии, да я бы с ними, ну если бы я был с ними знаком, я бы сказал, ребят, ну вот не может быть в кадре этого, этого, этого. Вас комиссия придет точно. Если сегодня им вернуть лицензию и при этом ничему не научить, вот не объяснить прям там в каждой детали это сквозит, то они точно так же лишаются лицензии через неделю за следующую проблему такого же рода, понимаете. Поэтому мне в какой-то степени обидно за этих людей, но не за всех, а только за тех, кто, так сказать, люди, которые с нами по-настоящему. Та же Катрикадзе сказала, я не сочувствую этим военным. Она это сказала официально и вообще во всех оппозициях. Кстати, я считаю, что сочувствовать, ну для, я не сочувствую, естественно, российским военным, как вы понимаете, ни капли, ни одной, но сочувствовать не преступление. Вот сочувствовать не преступление, преступление помогать. Помогать преступление, призывать к помощи преступления. Потому что человек там лично по-человечески кому-то сочувствует, да ради бога. Некоторые смотрят на трупы убитых россиян сейчас на видео и сочувствуют. Просто, да, жалко мне. Да, это они наши враги, но мне их жаль. Вот мне не жаль, но я плохой человек. Хорошим людям, наверное, жаль. Вот, поэтому главная проблема дождя, что они забыли, что они латвийский канал. Они этого так и не поняли. И, кстати, Катрикадзе, кстати, Катрикадзе просто великую речь сказала буквально уже после лишения лицензии, где она, в частности, сказала, нам господин Аболинчат, руководитель комиссии, сказал, что мы так и не поняли, что такое быть латвийским каналом. Так вот, я вам говорю, да, действительно, мы не поняли. И они действительно не поняли. Кстати, извините, я еще одну мысль скажу. Еще одну. Пожалуйста. Почему мы начали с этой оппозиции. А я вот понял, благодаря этому скандалу, для меня главный вывод не тот. Это же все тактика. Надо было помогать дождю, не надо было. Ну, кого из них, потому что сажать Коростылева, это тоже тактический вопрос. А главный для меня вывод следующий. Я вдруг понял, что те, кто оппозиция, Путину, нам не друзья. А почему, собственно, оппозиция Путину, нам друзья, коллеги, партнеры, соратники и так далее? Вообще нет. Понимаете, вообще нет. Вот Юлия Латынина сказала, я, говорит, считаю, что принцип, ну, обсуждая эту историю с дождем, что кто не против нас, тот с нами. Ну, она взяла этот принцип где-то там из какого-то политики. Ну, это она цитировала свой разговор с Ристовичем. Нет, это она цитировала какого-то классика там сначала, а дальше уже Ристович. Вот. Она вот это сказала. Но, но, если бы те, кто нам, те, кто не против нас, те наши, значит, это самое, те наши партнеры, то если бы Америка была не против нас и Германия не против нас, то мы бы уже проиграли войну. Нас бы уже оккупировали полностью. А они были именно за нас, они не против нас. Поэтому нас интересуют только те, кто за нас, те, кто готов помогать вооруженным силам Украины. Не обязательно деньгами, словами. Вот, если ты российский оппозиционер, но при этом ты приходишь и говоришь, я в этой войне за Украину, я хочу, чтобы Украина разгромила российскую армию, я считаю каждого, кто вошел сюда на эту территорию преступником, и он должен быть уничтожен во время войны, каждый, все территории освобождены и так далее, и так далее, вот Россия должна проиграть, вот тогда ты наш партнер. Если ты просто против Путина, да нам наделать на то, кто у них там президент. Вот тут, Миша, тогда и я добавлю, тут очень один красноречивый есть пример. Смотрите, когда я несколько раз задала в эфире вопрос, а почему Навальный, которого в Украине не любят за вот эту знаменитую фразу про бутерброд, будучи 9 месяцев там уже прошло войны, будучи в тюрьме сейчас, он очень много говорит против Путина, продолжает и так далее. Почему он не сказал, я был неправ, Крым украинский? Почему-то мне начали писать, как вы можете так говорить про Навального? Он сейчас страдает, он в тюрьме, он на грани смерти. Да он не может говорить, потому что он опять попадет в ШИЗО и там умрет и так далее. Хотя он же говорится, что он хочет. Но Алямов, которого мы уже с этим вспоминали, он говорит, он мне сказал в ответ на этот вопрос очень интересную вещь. Он сказал, а вы что, не понимаете? Навальный хочет избраться у глубинного народа своего, поэтому он не может сказать, что Крым украинский. Это будет поворотная история, когда он хочет быть вместо Путина, поэтому он оппозиционирует Путина, а не потому, что он хочет разрушить эту систему. Ну, поэтому вот тут вот где-то происходит этот водораздел, понимаете? Почему вы говорите, что не все, кто оппозиция Путина, наши друзья? Потому что они не все хотят победы Украины. Конечно, вот это большая разница. Они не желают поражения своей, как они считают, стране. Окей, действительно их страна. Если они не желают ей поражения, то они не с нами и не наши, и мы не можем их поддерживать, им помогать и так далее. Вот есть Илья Пономарев, он желает поражения своей стране, он готов принимать участие в помощи украинской армии. Вот, пожалуйста, это мы понимаем, почему наш партнер, да, в данной статье. Партнер, слово. Вот есть Ходорковский, который прямо говорит, каждый, кто пересек границу Украины, является преступником, россиянин, да, в рамках оккупации, и он должен быть уничтожен. Это нормально, это говорит Ходорковский. И он поэтому наш партнер. Все остальные, вот простая ситуация, так или так. Поэтому есть партнеры, такие как Латынина, там, Ходорковский, Пономарев, а есть не партнеры, такие как Навальный. А вот нам должно быть главное, мы должны вспомнить, что мы ушли из этой империи российской, ушли. Кто нам, какая разница, кто у них там будет потом президентом? Будет у них диктатура или демократия? Мы заведем себе ядерное оружие, либо свое, либо ядерный щит со стороны НАТО, и до свидания, Russia, goodbye в этом смысле. Разбирайтесь сами, мы не собираемся вам помогать там, кто у вас там будет президентом. Кого выберете, тот и будет. Выбирали же до этого как-то, без нас справитесь дальше, все, свободно. Если вы готовы нам помогать в этой войне, вы считаете войну несправедливой, и хотите поражения России, тогда да, приезжайте. Мы будем вас рады видеть здесь. Спасибо, Миша, большое, слава Украине. Героям слава. И аминь, как говорится, я думаю, что так и будет. Я думаю, что после этой войны они даже будут бояться смотреть в нашу сторону, не то что думать об этом. До свидания, до встречи. Спасибо. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok